В предыдущих видеороликах мы считали вероятность, с которой я попаду мечом в кольцо, ровно k раз из n попыток. Давайте теперь посмотрим, какое распределение будет у случайной переменной, заданной этими условиями, и убедимся, что ее распределение будет биномиальным. Итак, зададим переменную x, равную количеству попаданий в кольцо в течение 6 попыток. Условия мы возьмем те же, что были до этого, то есть мы попадаем в кольцо в 70% случаев. Вероятность попадания 70%. И теперь рассмотрим вероятность разных значений этой переменной. Какова вероятность того, что x будет равен 0? То есть вероятность ни разу не попасть в кольцо, несмотря на 70% попадание. Мы вывели формулу для этого значения, и давайте посчитаем, чему это будет равно. Это равно количеству сочетаний из 6 по 0 умножить на 0,7 в нулевой степени умножить на 0,3 в шестой степени. Первый множитель будет равен 1, второй множитель будет равен 1 и останется 0,3 в шестой степени. Я заранее посчитала это значение, и если округлить его до десятых долей процента, это будет приблизительно равно одной тысячной, то есть одной десятой процента. С такой вероятностью мы не попадем в кольцо все шесть раз. То есть в среднем, примерно в одном случае из тысячи, мы все шесть раз промажем. А теперь давайте узнаем, чему равна вероятность, что наша переменная примет значение 1. Количество сочетаний 6 по 1 умножить на 0,7 в первой степени умножить на 0,3 в степени 6 минус 1, то есть 5. Я тоже посчитала это заранее. Это примерно 1 сотая или 1 процент. Это очень маленькая вероятность. Больше, чем в первом случае, но все равно очень маленькая. Продолжим. Чему равна вероятность, что х будет равен 2? Это количество сочетаний из 6 по 2 умножить на 0,7 в квадрате умножить на 0,3 в четвертой степени. И мы посчитали, что это приблизительно равно 6 сотым, то есть 6%. Вы можете посчитать потом на калькуляторе и получить более точные числа, но для этого видео нам достаточно округленных до десятых долей процента значений. Если округлить до десятых, получится 6,0 процента. А во втором случае – 1,0 процента. Продолжим. Вероятность, что наша случайная переменная будет равна 3. Это все вы можете вычислить и сами, но я все-таки выпишу. Сочетание из 6 по 3 умножить на 0,7 в кубе умножить на 0,3 в степени 6 минус 3, то есть тоже в кубе. Это приблизительно равно 0,185, то есть 80,5%. Это уже достаточно значительная вероятность. Теперь посчитаем вероятность того, что переменная будет равна 4. Сочетание из 6 по 4 умножить на 0,7 в четвертой степени умножить на 0,3 в степени 6 минус 4, то есть в квадрате. Это приблизительно равно 324,00, то есть 32,4%. Такова вероятность попасть в кольцо ровно 4 раза из 6. Осталось еще два случая. Вероятность, что наша случайная переменная примет значение 5. Сочетание из 6 по 5 умножить на 0,7 в пятой степени умножить на 0,3 в первой степени. Приблизительно получается 0,033. Или в процентах 30,3%. И остался последний случай. Вероятность попасть в кольцо все 6 раз. Это сочетание 6 по 6 умножить на 0,7 в шестой степени умножить на 0,3 в нулевой степени. Первый и последний множитель равны единице. Остается 0,7 в шестой степени. Это примерно 0,118, или 11,8%. И тут вы можете сказать, что слева у нас прослеживается симметрия. Получилось биномиальное распределение. Но справа в результатах симметрии нет. Все дело в том, что вы попадаете в кольцо с большей вероятностью, чем промазываете. Мы не бросаем честную монету. Зато симметрия наблюдается в коэффициентах. Если посчитать значение количества сочетаний, то сочетание 6 по 0 – единица, сочетание 6 по 6 – единица, сочетание 6 по 1 – 6, сочетание 6 по 5 – тоже 6, сочетание 6 по 2 – 15, сочетание 6 по 4 – тоже 15, и сочетание 6 по 3 – это 20. Коэффициенты получились симметричны. Но дальше на них влияет тот факт, что вы с большей вероятностью попадете в кольцо, чем промажете. Если бы вероятность попадания равнялась 50%, тогда справа числа также были бы симметричны. Я вам советую самостоятельно попробовать рассмотреть и рассчитать этот случай. Представить, что мы подбрасываем монетку и подставить в эту формулу вероятность 50%. Но в этой задаче мы с вами получили распределение вероятностей для определенной нами переменной. Это все возможные значения, которые она может принять. х не может стать равным минус 1 или 15,5 или числу π или миллиону. Эта случайная переменная может принять только вот эти 7 возможных значений. И мы с вами посчитали вероятность, с которой эта случайная переменная примет каждое из этих значений. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok